Севастополя, из Республики Крым, Воронеж с нами, Хабаровский край, Челябинская область, Нижний Новгород, почти вся Россия. Калининградская область, Саратов, Волгоград. Так что сегодня наш круглый стол обещает быть интересным. И сегодня мы пригласили для участия в круглом столе наших экспертов, это представители органов исполнительной власти, которые организуют и курируют систему социального обслуживания, и представители НКО, которые уже имеют опыт оказания соцуслуг получателям. И мы построим нашу работу сегодня таким образом, что мы попросим выступить наших экспертов, как бы представить разные точки зрения. С одной стороны, точка зрения государственного органа, с другой стороны, точка зрения НКО. Как сегодня НКО представлены на рынке социального обслуживания, и также попросим ответить на вопросы о том, насколько, каков положительный опыт, какие недостатки и барьеры со стороны наших экспертов видны в системе социального обслуживания. Каковы меры государственной политики по доступу НКО, насколько они работают, как можно устранить барьеры, и как мы дальше с ними можем работать. И экспертами круглого стола сегодня у нас выступает Ольга Михайловна Евстигнеева, председатель комитета по социальной защите Псковской области Андрей Михайлович Царев, директор государственного бюджетно-образовательного учреждения Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Антолий Владимирович Волков, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов и старший преподаватель Института права экономики и управления Псковского государственного университета. Вера Валентиновна Алферова, начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. Марина Яковлевна Коржавина, заместитель руководителя Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих. И Марина Александровна Худякова, директор автономной и коммерческой организации Центр профи Ленинградская область. Ну и я буду с вами, юрист Союза общественных объединений инвалидов Шенкарева Елена, и буду принимать ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, по ходу презентации ваши вопросы в чате. И мы предоставим слово сначала всем экспертам. После каждого выступления можно будет задать несколько вопросов. А после всех выступлений уже и мы озвучим те вопросы, которые пришли к нам во время регистрации, в регистрационных листах, либо те вопросы, которые у вас возникнут по ходу обсуждения. Итак, я предоставляю слово Ольге Михайловне Встигнеевой, председателю комитета по социальной защите Псковской области. Пожалуйста, Ольга Михайловна. Видно ли вас? Да, 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 мы на связи. Слышите нас? Мы на связи. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы поприветствовать такую большую аудиторию на нашей такой вот встрече в режиме онлайн по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с некоммерческими организациями. Что можно сказать про нашу Псковскую область? Мы с 2014 года взаимодействуем с некоммерческими организациями, включаем их в наш реестр, который у нас приказом нашего комитета по социальной защите заключен в 2014 году, это приказ 341. В нашем реестре не так много некоммерческих организаций, их всего 9, но достаточно плотно мы с этими организациями взаимодействуем, работаем с ними. Наши социально ориентированные некоммерческие организации, которые включены в реестр, они предоставляют социальные услуги не в стационарной форме. К сожалению, таких у нас ориентированных организаций, которые предоставляют социальные услуги в стационарной форме, их, к сожалению, нет. Со мной сейчас здесь на конференции присутствует заместитель председателя комитета Николаева Татьяна Владиславовна, она у нас эксперт и работает с некоммерческими организациями, она поподробнее расскажет, как мы с ними взаимодействуем, какой процент за оказанные услуги денежных средств мы возмещаем некоммерческим организациям. И если будут какие-то вопросы к нам, мы постараемся на них ответить. Добрый день всем, я позволю себе снять масочку, говоря в микрофон, так будет, наверное, удобнее всем воспринимать мои слова, и мне самой. Да, действительно, мы имеем опыт взаимодействия с некоммерческими организациями. Вот Ольга Михайловна отметила, что у нас в стационарной форме услуги НКО не оказывают, но у нас есть несколько некоммерческих организаций, которые довольно успешно предоставляют услуги стационарозамещающие. Что очень важно в современное время, это актуально, это поддерживается на всех уровнях власти, на федеральном и на региональном. Сегодня это такой тренд и основной вектор развития, который вот именно поддерживается органами власти. Развитие направления на стационарозамещающие технологии. И они у нас, эти некоммерческие организации, в том числе, тоже, можно сказать, что являются двигателем, такими площадками внедрения инноваций, современных вот таких форм, современных подходов к социальной работе. То, что внедряют новые технологии, мы вообще имеем опыт внедрения этих новых технологий у себя в регионе, на площадках некоммерческих организаций, это плюс всем нам, что называется. Ну вот, может быть, к одной из проблемных тем, которую, может быть, у нас получится обсудить, я бы назвала то, что такой опыт практикой есть. Ну вот, скажем, на сегодняшний день, да, такого вот массового распространения вот этой практики, вот этого опыта пока у нас не сильно получается. Да, у нас есть вот отдельные, которые хороший, правильный опыт предоставляют. Может быть, на то есть и определенные, ну, обстоятельства, причины существующей организации всего этого процесса, социального обслуживания, но, тем не менее, это так. Наши некоммерческие организации на сегодняшний день пользуются такой финансовой поддержкой, как оплата по размещению государственного задания. Здесь у нас на конкурсной основе разыгрывается задание на социальное обслуживание на дому на 220 человек. Ежегодно такой конкурс у нас происходит. Некоммерческая организация выигрывает этот конкурс, мы сотрудничаем, ну, нареканий у нас к их работе нет. И есть такая форма тоже поддержки НКО, как субсидии, целевые субсидии в рамках мероприятий, реализации мероприятий государственных программ, где уже средства бюджетные закладываются на конкретные программы, на конкретные мероприятия, в частности, это сопровождаемое проживание людей с ментальными нарушениями. Здесь стабильно мы эти организации наши поддерживаем, сумма немалая, по нашему мнению. Ежегодно на эти цели в бюджет закладывается порядка 10 миллионов рублей. Ну и мы намерены, да, и в перспективе эту поддержку продолжать оказывать. Про реестр, что могу сказать, да, действительно, в соответствии с 442-м федеральным законом формируется реестр поставщиков социальных услуг, и наши некоммерческие организации, во всяком случае те, которые практическую работу, практически осуществляют социальное обслуживание, откликнулись, заявились, подали документы, вошли в этот реестр. У этих организаций есть возможность, да, получать компенсацию от государства, но вот во вступительном слове Елена сказала о том, что, да, НКО для себя открыли такую вот возможность, что есть возможность получить средства бюджетные на возмещение расходов на предоставление социальных услуг, но здесь есть одно «но», есть условия определенные, которым нужно соответствовать, это прежде всего услуги должны быть оказаны гражданам, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, и вот как раз-таки в этом моменте, мне кажется, ну, некоммерческие организации, ну, не то чтобы там сталкиваются с трудностями, но для них это получается, да, вот такой знак вопроса, а что с этим делать, а что делать, если вот мои клиенты, люди, которым я свои социальные услуги оказываю, не признаны нуждающимися, можно ли их признать, насколько это сложно, должен ли я им помогать или должны помогать другие люди, может быть, государственные структуры. Вот здесь, наверное, есть, ну, некоторое поле, не скажу, что для дискуссии, ну, может быть, для какого-то обсуждения, для высказывания мнений по данному вопросу. Может быть, это нам накажется, что это некоторая трудность или вопрос в этом есть. На самом деле для НКО, может быть, это вообще не сложность никакая. НКО тоже, в отношении услуг. Мы провели работу над ошибками. Сегодня таких каких-то явных препятствий к получению компенсации из бюджета за предоставленные социальные услуги мы не видим, но как недостаток или как, может быть, какой-то сигнал, говорящий о том, что здесь, может быть, не все пока просто для НКО, служит тот факт, что на сегодня пока ни одна некоммерческая организация, скажем так, не подала документы, не заявилась, во всяком случае, в нашем регионе на возмещение затрат на предоставление именно социальных услуг. Пока у нас таких организаций нет. Вот хотелось бы как раз-таки услышать опыт коллег из других субъектов, у кого такой опыт есть, у кого такая практика есть, и думаю, что нашим коллегам из некоммерческих организаций этот опыт тоже будет полезным. Из основных моментов, наверное, я обозначила все, что хотела. Может быть, будут уже вопросы в наш адрес. Елена, звук включите, Елена. Татьяна, спасибо большое. Коллеги, можно задавать вопросы в чате, писать, либо поднимать руку и задать свой вопрос устно. Ну, может, даже руку не поднимать, а просто задать, вот если сейчас есть чуть-чуть время. А вот вопрос сразу же от Дмитрия Жукова. Если можно, то, коллеги, пишите, откуда вы. Вот Дмитрий написал вопрос, ответ можно потом. В тарифы на компенсацию в Архангельской области заложен северный коэффициент? Спасибо. Видите, вопрос о тарифах, он очень важен. Да, Елена, я бы тут, может быть, хотела бы комментировать следующий момент, что если говорить о тарифах в Сурской области, то тарифы у нас едины и для государственных учреждений, и для некоммерческих организаций, тариф на услуги у нас единый. Да, он для всех. Тариф единый. Да, Дмитрий уточняет по Архангельской области, поскольку Архангельская область относится к районам, приравненным к Крайнему Северу, заложен ли северный коэффициент? Я думаю, мы наших коллег из Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области и спросим это. Значит, это вопрос из Нижнего Новгорода. Но, коллеги, я хочу сказать, что Татьяна обозначила очень две важные проблемы. Первое. Кому мы оказываем услуги? То есть, как определить свою целевую аудиторию и вообще, как определить, соотнести те услуги, которые мы оказываем, с тем, что есть в нормативных актах, в стандартах социального обслуживания? На самом деле, это вопрос не только важен для коллег из НКО Псковской области. В Архангельской области ровно так же. Это определенная трудность при определении того, как мы соотносимся со стандартом. Соотносится ли то, что мы делаем, с теми услугами, которые названы в стандартах? Ну вот, следующий вопрос есть. О какой тариф для Калужской области? Ну, мы не сможем, коллеги, сейчас по тарифам рассказать. Единственное, что, наверное, можем сказать, что единая методология существует. Коллеги меня поправят и уточнят. Единая методология, которая создана Министерством экономического развития России. Ей уже пользуются регионы, как примерные, исходя из своих возможностей, определяют конкретные тарифы по конкретным услугам, верно? Татьяна, включите микрофон, пожалуйста. Да, да. Я хочу покомментировать, сказать здесь, что каждый субъект определяет порядок расчета и утверждение тарифа. Порядок расчета – это тоже нормативным документом утверждено. В каждом субъекте должно быть, да, за основу берутся рекомендации. В частности, мы берем за основу рекомендации Министерства труда. Да, вот эти порядки утверждают соответствующими документами нормативными. Они как раз-таки все находятся в доступе в свободном, в интернет. Все это можно по поисковику, задать запрос необходимый, там порядок утверждения тарифов, там Псковская область, Архангельская, какой угодно. И, собственно, документы вам должны, список документов вам поисковик выдаст. Соответственно, вот порядки эти утверждаются, порядок формирования тарифов. Тарифы тоже официально абсолютно утверждаются. Документы эти тоже вывешиваются, они должны быть общедоступны. Как правило, это сайты органов исполнительной власти. И, опять же, в поисковике все это можно найти. Важно знать, что ты ищешь и, собственно говоря, правильно сформулировать запрос к поисковику. Татьяна, спасибо. Вот еще и пара интересных вопросов мы получили. Были ли отказы во включении в реестр социальных услуг? И я бы еще немножко уточнила вопрос. Хочется понять, все-таки это у вас НКО такие скромные, что никто пока не обратился за получением компенсации? Или это слишком жесткие нормативные правила, причина здесь? И были ли отказы во включении в реестр? Ну, смотрите, правила нам не кажутся, они жесткими. Может быть, они некоммерческим организациям не кажутся привлекательными. Или, может быть, они для себя, с учетом тех услуг, которые они оказывают, просчитав возможную какую-то экономику, считают, что это не те деньги, за которые имеет смысл собирать этот пакет документов, обивать пороги органов, все равно это надо прийти, эти документы нужно подать, это нужно соглашение заключить, подтвердить эти расходы нужно. Все равно определенные движения нужно сделать. И если вы понимаете, что вы услуг оказали на 93 рубля, то, наверное, овчинка, когда выделки не стоит, может быть, скромничают, может быть, ждут каких-то изменений, упрощения этой процедуры, а может быть, ждут, знаете, еще каких от нас шагов. Все же те условия, порядок, возмещение затрат, который сегодня принят, порядок, который принят, он, скажем так, не в полной мере обеспечивает гарантию, скажем так, получения этой компенсации, потому что бюджеты все-таки формируются, исходя из возможностей бюджета, на каждую сферу там нарезаются эти деньги, мы понимаем тот объем госзадания, который мы можем разместить в наших учреждениях, в том числе и в некоммерческих. А все-таки вот это возмещение социальных услуг, которые не включат сверхгосзадания, это всегда определенные риски, дисбаланса, то есть нам в какой-то момент, вполне себе непредсказуемый, может проявиться организация та или иная НКО и сказать, что вот мы на миллион тут наработали, дайте нам миллион. Ну, миллион я, конечно, утрирую, но это, скажем так, не позволяет спланировать свои бюджеты, траты, затраты соответствующие, выстроить этот бюджет грамотно и правильно. В этом есть определенная сложность. Конечно, обязательства органспортной власти есть по этому поводу, что да, эти возмещения будут, но на сегодняшний день у нас не прописаны, скажем так, гарантии, какие сроки, когда, вот в этом есть определенная сложность. Понятно, а отказы все-таки были или нет? Отказы о включении в реестр были, когда, ну, все по формальным признакам, не потому, что там нравится или не нравится та или иная организация, когда неполный перечень документов, когда не подтверждены те или иные моменты, заявленные НКО. То есть, в принципе, у НКО есть возможность обратиться еще и еще раз, ну, скажем так, сделав работу над ошибками. Количество обращений никто не ограничивает. Спасибо. И еще один вопрос. Последние коллеги сейчас, пока, на данный момент. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас в стандартах социальных услуг такая услуга, как сопровождаемое проживание? Или это комплекс услуг? Или это отдельный нормативный акт? Как это определяется в скупе? Смотрите, сопровождаемое проживание – это тема, ну, уже ряда лет. Она достаточно дискуссионная. И вы знаете, что у нас наши некоммерческие организации очень активно работают в плане развития сопровождаемого проживания. И мы были инициаторами. У нас была попытка внесения изменений в федеральный законодательство в части вот расширения перечня услуг именно сопровождаемого проживания. Но позиция у министерства всем известна. Что на сегодняшний день перечень услуг, он достаточный и позволяет организовать и сопровождаемое проживание существующим перечнем. То есть он не требует дополнений. Но здесь мнение, ну, расходится. Эта дискуссия, она длится многие годы. Но сегодня мы живем и работаем в тех условиях, в которых мы живем. И наша дискуссия все еще пока живая такая с нашими некоммерческими организациями, которые сопровождаемое проживание осуществляют. Скажу сразу, у нас услуги сопровождаемого проживания нет. Именно потому, что это комплекс услуг. Но в то же время вот в это понятие сопровождаемого проживания включается все. И уход, и вопросы, связанные с социально-бытовым там обслуживанием, и здесь и социально-психологические услуги, и все. То есть, условно говоря, вот сопровождаемое проживание, оно может быть, оно делится на, скажем, услуги, которые сегодня в стандартах есть. То есть, может быть, это не в полной мере соответствует вот этому комплексу. Над этим еще предстоит нам работать и сблизить наши позиции. Да, над этим мы работаем. Спасибо, Татьяна. Очень хороший вопрос и ответ, который, да, совершенно мы должны дальше обсуждать. Мы не должны бросать эту работу, потому что нам нужно общее понимание все-таки. То есть, достичь каких-то точек соприкосновения с органами власти, в понимании того, что есть сопровождаемое проживание, как оно должно быть описано, и, может быть, ставить вопрос о том, что могут быть и следует выдавать НКО государственные задания на оказание вот такого комплекса услуг, который обозначается как сопровождаемое проживание. Коллеги, я думаю, что мы еще этот вопрос будем обсуждать и дальше. Не будем, да. Я бы единственное, что хотела сказать, что все-таки ответить на главный вопрос, заявленный в теме, все же государство поддерживает, какую политику проводит. Поддерживает НКО или сдерживает? Однозначно могу сказать, что мы, как орган исполнительной власти, поддерживаем развитие включения НКО в предоставление социальных услуг. Мы заинтересованы, чтобы у людей, проживающих в городе, был выбор между государственными и негосударственными. Все-таки НКО, они более свободны в, скажем так, в вариантах услуг социального обслуживания. У них больше свободы. Они не скованы вот этими условностями, и когда они сталкиваются вот с органами исполнительной власти, с этим законодательством, все остальное прочее, это, конечно, немного, ну, как-то, может быть, и где-то и озадачивает, и какие-то сложности именно человеческие. Ведь наша нормативка, вот, я не говорю социальную, а вообще в целом, она же, правильно говорят, написана не для людей, она написана, там, не знаю, для чиновников, еще для кого-то. Она сложно воспринимается вообще в нормативные документы. В этом, может быть, тоже есть определенная трудность. Но политика — это, да, поддерживать НКО, развивать. И было бы, может быть, неплохо, это такой чисто риторически не вопрос, а пожелание, чтобы все-таки, когда мы декларируем эту самую поддержку НКО, я говорю, и там, федеральный уровень и так далее, то... Уйдите, пожалуйста, я в эфире. Господи, Игорь, я не отвечаю. Извините, то... Когда мы декларируем поддержку НКО, то мы ее, наверное... Да, да, да. То хотелось бы, может быть, все-таки ощущать и какие-то целевые средства на это направление. Не просто обязать субъекты, да, вы должны расширить перечень НКО, которые у вас окажут социальные услуги. Но нужно понимать, что мы должны иметь источники, которые бы гарантированно шли на этими НКО. Да, Татьяна, спасибо вам большое, спасибо за выступление и за вашу позицию. И если это возможно, не оставляйте нас, пожалуйста, на совсем, потому что, возможно, еще вопросы будут какие-то для общего обсуждения важные. Спасибо. А сейчас я хочу слово предоставить Андрею Михайловичу Цареву. Пожалуйста, Андрей Михайлович. Микрофон. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность участвовать в вашем обсуждении. Ну, меня представили как руководитель государственного образовательного учреждения. Да, действительно, это мое основное место работы. Кроме того, я являюсь членом нескольких некоммерческих общественных организаций, и в том числе организаций, которые как раз предоставляют услуги сопровождаемого проживания в Псковской области. И являюсь также заместителем председателя комиссии по поддержке негосударственного сектора и развития НКО Тополева Ирина Андреевна в Общественной палате Российской Федерации. И, естественно, все эти вопросы мы также достаточно глубоко и широко прорабатываем на уровне палаты. И сначала все-таки как координатор такого проекта в Псковской области, который направлен на поддержку, на сопровождение людей с ментальными нарушениями. Мы его осуществляем, начиная где-то с начала 2000-х годов. И сначала было, изначально было учебное сопровождаемое проживание, ну а с 2013-го в результате партнерских наших отношений с органами власти, с другими НКО, нам удалось начать предоставлять услуги постоянного сопровождаемого проживания в Пскове. И именно тогда мы уже зарегистрировались как поставщик социальных услуг, за что отдельное спасибо Комитету по образованию Псковской области. И вместе с тем не смогли работать именно как поставщик в рамках 442-го федерального закона об основах социального обслуживания. Именно по причинам того, что тарифы, действовавшие на то время, они не позволяли возместить те затраты, которые НКО имело. Собственно говоря, с этой же проблемой многие сталкиваются и сейчас. И именно поэтому мы совместно, понимая, с органами власти, понимая, что проблема решения жизнеустройства людей с ментальными нарушениями вне стационарных учреждений, она является действительно актуальной проблемой для Псковской области, поэтому мы нашли другой путь, а именно решение вопроса финансирования через целевую субсидию. О ней Татьяна Владиславовна только что тоже говорила об этом пути финансирования. И по сей день общественная организация действительно поддерживается со стороны региональных органов власти через такую целевую субсидию. Но вместе с тем мы понимаем, что целевая субсидия, она предоставляется на один год. И вот как быть в случае, если вдруг на какой-то период будет принято решение об отказе в субсидии общественной организации, неважно, будь то одна некоммерческая организация или другая, то есть это значит, что внезапно прерывается деятельность. То есть теоретически такой риск может быть, согласитесь. И поэтому, безусловно, важно рассматривать и искать пути решения более стабильного, гарантированного финансирования некоммерческих организаций в случае, если они занимаются постоянно на регулярной основе решением тех или иных социальных проблем. Эти и другие проблемы, естественно, мы анализировали и рассматривали и на уровне Общественной палаты Российской Федерации. И, ну, в частности, вот в результате опроса, анализа ситуации, опроса НКО, я имею в виду, и анализа ситуации в регионах, были такие основные моменты, основные барьеры обозначены для социально-ориентированных коммерческих организаций при реализации именно 442-го закона. Во-первых, в ряде регионов отмечается такая проблема. Это завышение требований к деятельности НКО, поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания и, соответственно, к условиям их включения в реестр поставщиков социальных услуг. За последний год-два ситуация стала меняться, то есть стали более гибко подходить все-таки органы власти в регионах. Но вот в Псковской области эта проблема, в частности, не возникала. Вторая проблема, которая обозначает, это отсутствие практики включения отдельных видов услуг в перечне социальных услуг, которые утверждаются нормативными правовыми актами субъекта федерации. Ну вот, в частности, и, скажем, сопровождаемое проживание изначально мы тоже испытывали трудности для такого полного финансирования со стороны именно за счет средств субъекта федерации по основаниям 442-го закона, именно в связи с тем, что далеко не все услуги, которые в рамках сопровождаемого проживания предоставляются, они включены в реестр социальных услуг региона. Об этом же возникали дискуссии, в том числе и с федеральными органами власти, в частности, с Министерством труда и социальной защиты о том, что необходимо расширить базовый перечень, который утвержден постановлением правительства Российской Федерации для того, чтобы можно было более широко использовать этот перечень. Но пока что это не было сделано. Сопровождаемое проживание, как вы знаете, оно все-таки обозначено в нормативных документах не как комплекс услуг, а именно как технология. Как технология предоставления разного рода услуг, в том числе социальных услуг, в том числе социального сопровождения, как мероприятие при получении гражданами иных не социальных услуг, в том числе как услуг по реабилитации и абилитации, то есть это 181-й уже закон, в том числе и образовательных услуг. Все это как бы вот включается в сопровождаемое проживание. Поэтому, наверное, проблема отсутствия тех или иных услуг в перечнях региональных, она остается актуальной. Третья проблема, которую отмечают, это непрозрачность установления тарифов и неоправданное занижение тарифов, которое не стимулирует привлечение негосударственных поставщиков на рынок социальных услуг. С тарифами остается, как я уже говорил, проблема. И действительно, для особенно комплексного обслуживания отдельных категорий граждан, которые нуждаются не только строго в социальных услугах и в социальном сопровождении, то важно, чтобы именно те тарифы, которые принимаются на уровне региона, они могли покрыть те расходы, которые реально несет некоммерческая организация, предоставляя те или иные социальные услуги. Ну и еще одна проблема, которая также отмечается, это низкая информированность получателей социальных услуг о возможностях выбора между государственными и негосударственными поставщиками социальных услуг. Вот, ну здесь понятно, что и для того, чтобы решить эту проблему, важно и чтобы средства информации более активно поддерживали негосударственных поставщиков. И, ну, со стороны разных, в том числе электронных цифровых возможностей была такая же достаточно широкая информация о тех или иных видах услуг, которые предоставляет НПО. Ну, наверное, это вот в основном все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо, Андрей Михайлович. Я смотрю вопросы. Спасибо за очень такое содержательное выступление. Вот солевая субсидия – один из способов выхода, да, решения проблемы. А реестр исполнителей общественно полезных услуг, вот здесь нет ли такого положительного решения вопроса, нет ли возможность его решить? Я имею в виду низкие тарифы. Можно ли это, эту проблему низких тариф решить с помощью реестра исполнителей общественно полезных услуг и соответствующей господдержки? Ну, реестр, здесь навряд ли и тарифы, они просто разные несколько вещи. И реестр, он позволяет получать компенсацию расходов, которые организация имеет в связи с предоставлением тех или иных услуг из государственных источников. А тарифы, они ведь, насколько я знаю, они одинаковы как для тех, кто предоставляет услуги, так и для тех, кто получает услуги. И здесь возможно, возможно, ну, следует изучить опыт в других странах, каким образом это регулируется, потому что во многих странах НКО являются ведущими поставщиками социальных услуг. В Германии, например, совсем нет государственных поставщиков, там только НКО предоставляет услуги, и государство вместе с тем почти полностью финансирует эти услуги. И есть мнение, что нужно отойти, отказаться совсем от тарифов услуг и ввести другое понятие нормирования стоимости предоставления услуги. То есть она другая будет, чем та стоимость, которую платят потребители услуг. Такое, как бы, ну, грубо говоря, условно говоря, что один тариф для поставщиков, другой услуг для получателей услуг. Но пока это тоже обсуждается, еще даже не на уровне каких-то актов, а как возможность, как вариант. Будет ли он рассматриваться дальше или будет что-то другое, пока трудно сказать. Пока трудно сказать. А можно вопрос еще вам задать? Скажите, пожалуйста, вот у нас в Ленинградской области достаточно большое количество предпринимателей, которые вошли в реестр поставщиков социальных услуг. Таким образом, я хочу сказать, что они нашли какой-то способ сделать этот вид услуг прибыльным для себя, то есть социальное обслуживание. Может быть, стоит взять их опыт за основу, потому что бизнес не идет туда, где, ну, минус доходы, так сказать. Они стараются, чтобы баланс был, по крайней мере, или выровнен, или все-таки они ставались прибыли. Или, может быть, у вас есть уже опыт, ну, исследования работы о бизнес-структуре, и вы могли бы поделиться, может быть, своими мыслями, почему они все-таки в плюсе? Ну, вы правы в том, что бизнес не пойдет туда, там, где он окажется в минусе. Это верно. И ведь бизнес идет в социальную сферу, ну, вот, преимущественно это помощь пожилым людям, например, и так далее, потому что люди оплачивают эти услуги, да, то есть это платные услуги, и за счет этого получается больше доход, чем просто компенсация социальных услуг. НКО идет туда, где нет вот этих вот дополнительных доходов. Да, НКО может получать тоже, оказывать услуги платные, но это не является прибылью для организации, для каких-то конкретных лиц, а это все-таки средство, которое потом реинвестируется на нужды НКО. В этом как раз и разница. И вот, скажем, сопровождаемое проживание, где работает НКО, оно на сегодняшний день как раз совершенно непривлекательно для коммерческих, для коммерсантов, работающих в социальной сфере, именно потому что не приносит прибыли, поскольку там потребителями услуг являются люди с ментальными нарушениями. Ну, по крайней мере, пока. Может быть, найдется потом в перспективе такие люди, которые будут состоятельны и могут оплачивать за какие-то дополнительные условия, да, свои деньги, и в этом будет состоять как раз прибыльность такого рода проектов. Спасибо, Андрей Михайлович. Коллеги как раз пишут комментарии, что и тарифы в Ленинградской области выше. И, да, за счет дополнительных платных и бизнес, конечно, тоже, может быть, лучше живет немножко, да, чем НКО. Тарифы разные в разных регионах, действительно, и есть и разный подход. Например, в Санкт-Петербургской системе социального обслуживания есть такое понятие, как РИПСУ, да, то есть, и это примерная индивидуальная программа, рекомендованная, вернее, индивидуальная программа социального обслуживания. Это, по сути дела, норматив, да, который позволяет по-другому немножечко подходить к оплате планирования и оплате социальных услуг, чем в других регионах Российской Федерации. Ну, этот опыт, мне кажется, интересен. Например, наши коллеги, которые тоже в Петербурге занимаются сопровождаемым проживанием, организация ГАОРДИ, они полностью компенсируют свои затраты за счет, именно в рамках федерального закона 442-го. И именно потому, что тарифы другие, да, и другой перечень услуг, который утвержден на региональном уровне. Спасибо, Андрей Михайлович. Татьяна, я вас попрошу посмотреть еще вопросы, потому что у нас такие трудности здесь со связью в студии почему-то. Я сейчас не вижу чата. Смотрите, пожалуйста, еще вопросы, какие есть. Ну, смотрите, я здесь тоже стараюсь просматривать чат, и какие-то вот вопросы было по тарифам, где посмотреть, эту нормативку. Все эти ссылочки я в чат выложила. Да, вы ссылочки получили. Да, да, да. Вопрос еще был, я на него не ответила, чем отличается субсидия от что-то такое, как получить, и похоже ли это на грант. Нет, я бы не сказала, что это похоже на грант, потому что грант все-таки он разыгрывается на конкурсной основе, там выставляются определенные условия требования, чтобы этот грант получить и так далее. Субсидия целевая – это несколько иная штука. Это, ну, скажем, прямое финансирование особо важных, значимых отдельных мероприятий в рамках государственных программ. То есть получается, что деятельность то или иное НКО практическая, она направлена на реализацию этого мероприятия конкретного в рамках госпрограммы, и, соответственно, в этой госпрограмме заложены деньги, и НКО получает эти средства. Особо значимые, важные для субъекта, для социума, для людей, которые это проживают. Ну, там, разные основания. И программы на пять лет, или это на один год? Смотрите, госпрограммы, они сейчас утверждались, разрабатывались там на разный период времени, тут с 20-го, теперь до 24-го, то мы по нацпроектам этот временной промежуток делаем, то ориентируемся прежде всего, конечно, на трехлетний бюджет. Это прежде всего, потому что, да, на следующие и перспективные годы бюджет закладывается. Поэтому, собственно, и в мероприятии госпрограмм тоже эти средства таким образом и закладываются. Вот сейчас формируется бюджет 21-22-23-го годов, и, соответственно, туда закладывается мероприятие того или иного финансирования в рамках госпрограммы. Конечно, жизнь, она вносит свои коррективы, могут уменьшать финансирование там, в связи с чем-то. Но это не так просто делать, потому что все-таки госпрограммы, они проходят слушания определенные, общественные, и депутаты работают с этими вопросами, они очень внимательно относятся к изменениям в государственные программы, особенно когда в меньшую сторону и так далее. Все это нужно защищать и каким-то образом обосновать. Поэтому нет, целевая субсидия — это бюджетные средства на реализацию конкретного мероприятия в рамках госпрограммы. Если НКО это мероприятие реализовывает, соответственно, ему будут денежки в этой части. Спасибо. Спасибо, Татьяна. На самом деле, очень интересный опыт, замечательный опыт. Еще есть вопрос. Может ли в вашем регионе получательный слух обратиться одновременно к нескольким поставщикам по разным услугам в рамках одного ИПСУ? Вопрос очень интересный, такой с каверзой, потому что это тот вопрос, который требует проработки, я бы так сказала. Почему? Ну, вот сразу скажу, такой практики у нас нет на данном этапе. Нет. Но там, где коллеги мои из соцзащиты сталкиваются с такой проблемой, да, действительно, это проблема. Здесь несколько вопросов нужно, чтобы в регионе было решено. Это, собственно, и проблема учета этих самых услуг, формирование отчетности, получение средств. Там, да, опять же, это все вопросы, которые требуют проработки. Они, ну, вот непростые, мы над ними озадачены и думаем, но в практике у нас такой нет. Теоретически, да, так может быть, да. Теоретически, да. Спасибо. Можете продолжить? Я задавала вопрос в Нижегородской области, вот по поводу обслуживания в рамках одной программы. У нас, например, в регионе это запрещено, то есть как бы к поставивному получателю может только к одному поставщику обратиться. Вот. А у нас проблема в том, что мы социально-медицинские услуги не оказываем. То есть, ну, у нас для этого требуется лицензия у поставщика на любые виды социально-медицинских услуг. Вот. Соответственно, у нас этот блок выпадает совсем. И некоторые получатели услуг, они хотят социально-медицинское обслуживание получать где-то в другой организации. И вот в этом у нас тоже большая проблема. Потому что одновременно нельзя. Сначала приходится обслужиться у нас там какой-то период времени. Хочешь идти за другими услугами, завершаем программу и идем к другому поставщику. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Мне кажется, это не совсем как бы справедливо в отношении получателя услуг. Допустим, если человек... Да, да. Все-таки, мне кажется, вот просто нужно проработать вот этот вот порядок, когда можно, да, часть услуг получить у одного поставщика, исполнителя, часть у другого. Наверное, это правильно было бы с точки зрения развития рынка и с точки зрения права гражданина на выбор, собственно, поставщика, где ему эту услугу получить. Когда мы жестко привязываем вот только здесь и нигде иначе, ну, это несовременный подход. Спасибо за ответ. Спасибо и за вопрос, Оксана. Тоже очень хороший вопрос. Спасибо, Татьяне, за ответ. Конечно, это очень важный вопрос. И для Архангельской области в том числе это актуально. Я думаю, что и для Ленинградской, и для многих других регионов вопрос актуален. Коллеги, если Андрей Михайлович, если есть вопросы, можно задать, потому что он должен сейчас нас оставить. Если, пока я буквально добавление сделаю, то в результате такого анализа, в частности, по возможным источникам финансирования услуг, тех услуг, по которым не всегда возможно полностью получить компенсацию расходов на оказание социальных услуг, выделять еще другие, там, скажем, помимо субсидии целевой, о которой говорит Татьяна Владиславовна, есть, безусловно, еще и гранты, есть пожертвования, есть средства получателей услуг, которые возможно тоже получить. И сейчас, возможно, знаете, что принят федеральный закон новый о социальном заказе, который тоже открывает некоторые возможности финансирования социальных услуг, предоставляемых НКО, в частности, через сертификат, через ваучер. Если человек признается нуждающимся в тех или иных социальных услугах, он может получить этот сертификат и прийти к ним в ту организацию, которую он сам выберет. и тем самым через свой сертификат уже передать финансирование на получение тех или иных услуг. Но пока что это не действует на практике, дело будущего. Надеемся, что это будет тоже такой механизм, который не только расширит возможности предоставления услуг, но и повысит качество тех услуг, которые предоставляются разными организациями. Спасибо. Да, спасибо, Андрей Михайлович, за дополнение. Действительно, закон интересный. Пока он сейчас, видимо, будет отрабатываться на пилотных регионах, а дальше уже по итогам апробации будет, может быть, так будет более-менее понятно, как это может все работать. Но в любом случае это неплохо, то, что новые какие-то методы используются, применяются, это важно. И то, что вы говорили о сопровождаемом проживании, тоже очень важно. Я думаю, что мы это тоже как-то возьмем на вооружение, что в общем стандартах разложить на услуги, на комплекс услуг достаточно сложно, а сопровождаем проживание достаточно дорогой комплекс услуг, поэтому действительно какие-то способы финансирования должны быть адекватные для того, чтобы эта услуга качественной была и могла быть оказана. Спасибо еще раз вам большое, коллеги, за участие, спасибо за ваш опыт. Но мы еще не расстаемся с Псковской организацией, у нас есть еще коллега Анатолий Владимирович Волков. И вот как раз Татьяна Владиславовна обращала внимание на то, что для НКО сложно включиться в реестр, потому что, может быть, не хватает знаний, может быть, где-то система бюрократичная излишняя, и не привыкли НКО работать в той системе бюрократической, в которой привыкли работать чиновники и прекрасно ее знают. Но для этого некоммерческое сообщество предпринимает какие-то меры. Я немножко позднее расскажу о том, что мы создаем методическое пособие для НКО, которые хотят войти в реестр, где описываем всю процедуру. А вот Анатолий Владимирович Волков, я надеюсь, что сейчас представит навигатор, правовое регулирование социального обслуживания граждан Псковской области, который должен помочь поставщикам и, наверное, получателям услуг ориентироваться в системе социального обслуживания. Анатолий Владимирович, вам слово. Анатолий, вас не слышно. Включите, пожалуйста, микрофон. Да, он включен, но не слышно. Нет, не слышно. Пока не получается-то, да? Может быть, мы попозже дадим слово. Да, вот пусть Анатолий там отрегулирует пока свой микрофон, а вот уже как бы, может быть, через человека, да, или в конце. Да, Анатолий Владимирович, пожалуйста, не отключайтесь, давайте попробуем еще раз позднее. И я тогда сейчас передаю слово коллегам из Архангельской области, Вере Валентиновне Алферовой, представителю Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, начальнику отдела по делам ветеранов и инвалидов. Вера Валентиновна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, рада приветствовать всех участников нашего семинара и я расскажу вам об опыте Архангельской области по работе с нашим некоммерческим сектором в сфере социального обслуживания. Что там идет, презентация. Одним из приоритетных направлений в нашей деятельности является работа с негосударственными организациями и наше мероприятие направлено на то, чтобы сделать нашу сферу социального обслуживания более привлекательной для негосударственного сектора. Наши задачи они представлены на слайде, озвучивать их не буду. Что касается текущей ситуации, в настоящее время в реестр поставщиков социальных услуг включены 27 организаций, 16 социально ориентированных организаций, 4 коммерческих организаций и 7 индивидуальных предпринимателей. Со стороны министерства оказывается всевозможная поддержка данным организациям. Это информационная поддержка, в том числе содействие в размещении в средствах массовой информации, репортажей и материалов о работе данных организаций. Это консультативная и методическая помощь, консультирование и разъяснение действующих норм, нормативных правовых актов. Это работа по дополнительному образованию и повышению квалификации. Это прежде всего те семинары образовательные, которые мы проводим с нашими организациями в сфере социального обслуживания. На все эти мероприятия в том числе приглашаются некоммерческие организации по различным вопросам. По вопросам социального обслуживания, например, детей инвалидов, по вопросам реабилитации людей с инвалидностью, обслуживания на дому и так далее. Ну и последний наш механизм это выплата компенсации поставщикам социальных услуг. В настоящее время приоритетными формами социального обслуживания являются на дому и в полустационарии. Есть форумы у организаций, которые оказывают и на дому и в полустационарии, есть и наоборот. То есть разные формы социального обслуживания. Следует отметить, что как раз не коммерческий сектор, а наши социально ориентированные организации взяли на себя ту нишу, которая до этого была охвачена в меньшей степени или не была представлена, например, в каком-то муниципальном образовании. В основном наши организации работают с детьми с инвалидностью и с ограниченными возможностями. Особенно широкий рынок услуг в этой сфере представлен для детей с аутизмом. Очень много организаций входит и продолжает входить. Также есть одна организация, которая оказывает услуги детям, которые вступили в конфликт с законом в городе Северодвинске. Есть организация, которая оказывает помощь людям без определенного места жительства, а также организации, которые помогают пожилым гражданам, людям с инвалидностью и людям с ментальными нарушениями в развитии. То есть в настоящее время восемь муниципальных образований Архангельской области охвачены именно услугами государственного сектора. Вся информация о включении в реестр поставщиков, о нормативных правовых актах, о каких-то еще вопросах, связанных с данным направлением, она размещена на официальном сайте министерства в сети интернет Архзан. И есть во вкладке социальное обслуживание раздел, где размещен реестр поставщиков, и далее есть раздел негосударственным поставщикам, где размещена необходимая информация. Обращаясь к этому реестру, семья, например, воспитывающая ребенка с инвалидностью или любой гражданин или родственник, если у него есть кто-то, кто нуждается в заботе, в поддержке, в социальном обслуживании, обращается к данному информационному ресурсу, получает необходимую информацию, выбирает поставщика и дальше уже обращается к нему за получением социальных услуг. То есть вот так выглядит реестр и кликнув на какую-то организацию, можно получить полную информацию, что это за организация, что за специалисты там работают, есть ли там места и так далее. Также необходимо сказать, что в настоящее время учет той информации, когда граждане получают услуги и ту информацию об оказании услуг она вся размещена в программном продукте Катарсис соцзащита. В настоящее время данный продукт дорабатывается и планируется разработка отдельного приложения, такого единого программного продукта, чтобы облегчить сдачу негосударственным организациям отчетности, упрощение отчетности при сдаче документов. В настоящее время, как я уже сказала, в реестре 27 организаций социального обслуживания. Ежегодно предусматривается финансирование на указанные цели в нашей государственной программе социальная поддержка граждан в Архангельской области. То есть, если в 2015 году у нас компенсация выплачивалась двум поставщикам, то уже в этом году ежеквартально или ежемесячно. Это уже каждая организация определяет сама для себя. Она предоставляет отчетные документы и получает компенсацию за оказанные социальные услуги. На следующий год при формировании бюджета мы планируем сохранить и даже немножко увеличить эти объемы для того, чтобы и другие организации могли войти в реестр и увеличить количество получателей. У многих организаций есть в том числе такие планы. что касается сдачи отчетности нашими негосударственными организациями. В настоящее время в этом году у нас немножко изменился механизм. Если раньше отчетные документы принимало министерство, то в настоящее время все отчетные документы принимает наше подведомственное учреждение Центр социальной защиты населения, который заключил соглашение с негосударственными поставщиками, который производит им компенсацию и который взаимодействует именно на предмет получения данной компенсации. Какие еще есть инструменты в целях обсуждения и взаимодействия? У нас есть несколько диалоговых площадок. Это стратегические сессии, которые проходят не реже двух раз в год, куда приглашаются наши негосударственные организации, приглашаются заинтересованные какие-то лица, приглашаются представители профильных отделов министерства и уже обсуждаются насущные проблемы и, например, готовятся какие-то обращения в адрес других органов власти и каким-то образом осуществляется взаимодействие и находим мы решение данных вопросов. Также на уровне области действует координационный совет по социальным ориентированным некоммерческим организациям, в рамках которого идет обсуждение также насущных вопросов, в которые также включены представители общественных организаций. Так, по презентации у меня все. Что касается тарифов и тех вопросов, которые озвучивались до этого нашими коллегами в чате, наши тарифы, также коллега из Псковской области, они разработаны с учетом тех рекомендаций, которые управлял Минтруд Российской Федерации и северный коэффициент в них уже учтен. Также хочу отметить, что те тарифы, которые у нас действуют, они у нас единые и для непосредственно населения для оказания услуг, и для негосударственных поставщиков социальных услуг. В настоящее время у нас идет работа по внесению изменений в стандарты социальных услуг. У всех негосударственных организаций запрошены предложения, и какие-то услуги мы сейчас меняем, эти стандарты делаем, увеличиваем по каким-то услугам кратность, какие-то услуги наоборот дробим, для того, чтобы было проще и понятнее и получателям услуг, и организациям оказывать данные услуги. Верлентиновна, спасибо. Небольшой первый вопрос к вам. Все-таки есть ли проблемы? Есть ли проблемы и барьеры на пути НКО? С вашей точки зрения какие? Ну, так скажем, те барьеры, которые у нас были и обсуждались ранее, они как раз были связаны прежде всего с тем, что ранее компенсация предоставлялась только ежеквартально, и организации обратились с вопросом, сделать ее ежемесячной. То есть этот барьер мы устранили, так скажем, в своих нормативных документах. Еще один из вопросов, с которым наиболее часто обращаются организации, это как раз то, чтобы внести изменения в стандарт социальных услуг и сделать услуги, это прежде всего для детей-инвалидов, обращение поступает, целевая группа, и молодые люди с инвалидностью доработать стандарты и увеличить кратность по ряду и третий вопрос, который, наверное, наиболее волнует наших организаций, это низкие тарифы, в том числе, в сфере социального обслуживания, но к этому вопросу, я думаю, мы еще вернемся, каким образом изменить, то есть в настоящее время данный вопрос тоже подрабатывается вместе с стандартами, и мы, думаю, на нашей стратегической сессии, которая у нас запланирована в ноябре, этот вопрос в том числе будем обсуждать. Спасибо, Вера Валентинна, вопросы в чате поступили от Татьяны Николаевой, можете ли назвать, какие услуги НКО оказывают детям с инвалидностью? В основном оказывают услуги, это социально-педагогические, это коррекция различных нарушений у детей, когда работают специалисты-дефектологи, логопеды с различными нарушениями, это в том числе и мероприятия различные досуговые, это те мероприятия, те услуги, которые есть в нашем перечне, это услуги психолога, социально-психологическое консультирование и услуги по повышению коммуникативного потенциала граждан, у которых есть нарушения в состоянии здоровья, то есть это обучение родителей навыкам ухода за таким ребенком, обучению пользования техническими средствами реабилитации. Наверное, вот это основные услуги, вообще сам объем услуги, он зависит от той формы, формы оказания помощи, они разные, это есть и группа кратковременного пребывания, какие-то разные консультации или услуги на дому, то есть перечень разная, но в основном вот эти услуги. Следующий вопрос от Полины Глинской, а можно поподробнее рассказать про организацию, оказывающую услуги гражданам без определенного места жительства, какие это услуги? То есть это срочное социальное обслуживание, обеспечение гражданам прежде всего ночлега, в ночной период времени, по-моему, сейчас точно не скажу, по-моему, на 20 до 20 мест рассчитанная организация находится она в Котласе, то есть предоставление ночлега, временное проживание в ночное время, то есть непосредственно и предоставление срочных услуг в виде питания, одежды, предметов первой необходимости, а так в восстановлении документов. Вопрос от Михаила. Можете ли обозначить сроки доработки катарсиса для предоставления отчетности негосударственными поставщиками для получения компенсации? Так, планируется доработать до 1 января 2021 года. Спасибо. Коллеги, может быть, еще вопросы есть, которые устно я в чате прочитала все вопросы, которые есть. Я вот увидела, Елена, извините, вопрос, тоже Вере Валентина, мне, Татьяна Николаевна, можете назвать, какие услуги НКО оказывают детям... А вот мы с него начали, Татьяна Николаевна. А, извините, пропустила, да-да-да, прошу прощения. Вот еще вопрос, а услуги для семей в трудной жизненной ситуации? Услуги, смотрите, услуги, они в перечне есть, да, но в сфере негосударственного сектора работает одна организация у нас доверия, да, в Северодвинске, и там сопровождают как раз и подростков, и их родителей, которые вступили в конфликт с законом. Более, как бы, таких организаций у нас к нам не обращается. В основном это реализационные центры, наши государственные учреждения в муниципальных образованиях. Спасибо за ответ, да, и по другому критерию, то есть это имеется в виду, услуги для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по другому критерию, да, имеется в виду не только семьи, которые социального риска семьи. Так что, я не поняла вопрос. Я, к сожалению, не вижу имени, здесь только адрес указан, чтобы уточнить, что хотели спросить. Может быть, вы малоимущие, противодействие социальному сиротству, беженцы, вот такие семьи имеются в виду, для таких семей есть ли услуги? Услуги в перечне есть, в самом перечне, да, который предусмотрен областным законом социального обслуживания. Это, прежде всего, срочно социальные услуги, когда как раз обращаются беженцы, у людей, у которых нет гражданства, какая-то такая ситуация экстренная, нужно помочь. Ну, наше учреждение оказывает помощь, но в негосударственном секторе таких организаций сейчас нет. спасибо, спасибо, Вера Валентиновна, спасибо коллеге. Дмитрий Жуков хочет сказать, да, пожалуйста. Да, можно. Слышно меня, да? Да, слышно вас. Ну, вот тут, наверное, не только к Архангельской области вопрос, а ко всем чиновникам. Ну, в том числе, хотел бы, конечно, Андрея Михайловича слышать, что он уже покинул эту конференцию. В общем, вопрос такой. Пришла мысль в голову, нельзя ли, может быть, на федеральном уровне это сделать, сделать тарифы продифференцированные по получателям услуг, то есть в зависимости от их какой-то нозологии или их нуждаемости сделать, чтобы тарифы были разные. Потому что, например, ребенку с ДЦП нужны одни услуги и по одному тарифу там педагоги для него нужны разные квалификации. Для ребенка с утизмом другие, то есть, например, у Министерства просвещения и у Министерства региональных образовательных у них вот у некоторых есть тарифы по разным нозологиям, коэффициенты разные. Понятно, да, о чем я говорю? Понятно. Нельзя ли как-то может быть в эту сторону пойти? Или тут уже тариф один на всех должен быть? Спасибо за вопрос, Дмитрий. Тогда, Вера Валентиновна, вам слово. Так, я, в принципе, поясню. Вот как раз одна из таких болевых точек, над которой мы сейчас и работаем в наших стандартах, как раз их дифференцировать для граждан в зависимости от состояния здоровья. то есть, грубо говоря, те люди, которые могут себя обслуживать, да, предусмотреть определенный перечень услуг и их тарификацию. Люди, которые частично ограничены изменить тариф, которые уже не могут обслуживать себя, другой тариф. Мы, кстати, сейчас с нашей организацией Аргимос Натальей Николаевной Костиной в том числе прорабатываем вопрос и утвердить вместе с нашим порядком социальных услуг также РИПСУ, рекомендованные и ППСУ, для того, чтобы и наши учреждения, и негосударственные могли уже оттолкнуться как бы от некого такого шаблона, для того, чтобы было легче принять решение и оказывать услуги. Это, на самом деле, очень важный вопрос, действительно, потому что каждая категория, в зависимости от состояния здоровья, она требует особых условий для оказания помощи. Спасибо, Вера Валентиновна. Ну и есть комментарии в чате от Татьяны Владиславовны Николаевой, Псковская область. Право устанавливать дифференцированные услуги у регионов имеется. Смысл в этом действительно есть. Важно тогда определить механизм, порядок определения функциональной способности для получателя услуг. То есть, вот, пожалуйста, наши коллеги согласны с тем, что это возможно, да, но нужен вопрос действительно совместной работы, НКО и... Ну, в чате я писалась, конечно, неференцированная тарифа, это я хотела написать. Да, потратилась немного. Спасибо. Спасибо, Татьяна, спасибо, спасибо, Татьяна Владиславовна и Вера Валентиновна. И я сейчас хочу предоставить слово представителю НКО от Архангельской области, это Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих Марине Коржавиной. Марина, пожалуйста, вам слово. Добрый день, меня зовут Марина Коржавина, я являюсь координатором показаний социальных услуг Архангельского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Наша организация вступила, пошла в рее с поставщиков услуг в конце 2015 года. Оказываем мы услуги как на дому, так и в полустационарной форме. Оказываем мы услуги для совершеннолетних граждан с нарушением слуха. Марина, я прошу прощения, у вас презентация не запустилась, там все нормально у вас, ее не видно. Вот так, сейчас как сделать? Продолжить это. У меня звуки вести, нет. Так. Касаю. Сейчас видно? Нет, пока не видно презентацию. Сейчас, одну минутку, Павел, помогите. Сейчас есть? Да, все, все отлично. Социальные услуги, да, представляем совершеннолетних граждан с нарушением слуха. Мы оказываем как социальные бытовые, социальные медицинские, психологические, педагогические, социальные трудовые, социальные правовые. И там можно видеть. Услуги мы оказываем в четырех городах нашей области Архангельск, Северодвинск, Вельск и Котлас. Штат социальных работников сегодня 10 человек. Вхождение в реестр поставщиков позволило нам создать четыре дополнительных рабочих места, три из которых были созданы для людей с инвалидностью, то есть люди с нарушением слуха также предоставляют социальные услуги и получают за это доплату. На данный момент мы получаем компенсацию за 40 человек, которым оказываем услуги. Услуги, конечно, мы оказываем где-то около 400 человек по всей области, но на данный момент компенсацию мы можем получать пока за 40 человек. Самое максимальное число получателей социальных услуг, за которых мы получали компенсацию в Архангельском области было 90 человек. Там несколько факторов повлияли, которые мы сейчас пока не можем получать за них компенсацию, я не скажу позже. Для удобства работы и ведения отчетности РАВОК разработала программу на базе 1С, которая позволяет вести учет услуг в соответствии с ИППСУ с любого местонахождения социального работника, формировать отчеты в министерство, рассчитывать частичную плату получателя услуг и рассчитывать размер доплаты социальным работникам. А также эта программа позволяет заключение договоров с получателями и все это намного упрощает работу социальным работникам и бухгалтеру. Проблема только в том, что данные из этой программы мы не можем выгружать в программу катарсис. основные источники финансирования у нас несколько источников финансирования организации и за социальные услуги мы не взимаем платы с получателем услуг, у которых присутствует частичная плата, а компенсируем ее за счет других наших доходов. В результате вхождения в реест АРВОК получил дополнительный источник финансирования своей деятельности. То есть это не основной наш источник дохода. Здесь представлена структура и в 2019 году социальные услуги составили 12% от всех доходов нашей организации. Здесь вот, если интересует кого по суммам, можно посмотреть, да, в прошлом году. То есть в среднем наша организация получает миллион 200, миллион 300 в год компенсации от оказания социальных услуг. Благодаря выхождению в реестр поставщиков социальных услуг АРВОК получили дополнительный источник финансирования за ту работу, которую социальные работники выполняли и раньше, просто ее выполняли бесплатно, да, потому что люди с нарушением слуха, они у нас особенные, они нуждаются в этих услугах и нуждались, и получали их постоянно. просто теперь мы имеем возможность социальным работникам доплачивать за эту работу. Также это позволило создать нам дополнительные рабочие места, расширить перечень услуг, оказываемые нашей организацией, Всероссийским обществом глухих, то есть мы добавили кружки, разные мероприятия, спортивные мероприятия, занятия адаптивной физкультурой, также это улучшило качество предоставляемых услуг, то есть наши сотрудники, они обучаются на различных курсах, семинарах, повышают свои квалификации и оказывают уже услуги получателям более качественным. Ну, основной проблемой рабок как поставщика социальных услуг, это является низкий предельный доход, это применение полуторного размера прожиточного минимума для расчета частичной платы, в результате чего снижается размер доход поставщика, соответственно, из 90 человек у нас стало 40 человек, потому что уменьшился прожиточный минимум, соответственно, полуторный размер прожиточного минимума тоже уменьшился, и мы потеряли много клиентов, за которых могли бы получать компенсацию. То есть для нас необходимо произвести увеличение его как минимум до двухкратного прожиточного минимума, что позволит охватить большее число получателей социальных услуг и увеличить доходность от оказаний социальных услуг. Также проблема, это уже озвучивали здесь низкие тарифы на услуги, и второе это кратность периодичность, она не соответствует потребностям наших клиентов. Наверное, тут немножко фотографии. У нас еще была проблема при утверждении ППСУ, так как люди с нарушением слуха, они особой категории граждан, они физически вроде здоровые, но ввиду отсутствия слуха, они все равно нуждаются во всех этих услугах. И вот акт обследования жилищных условий, вот эти шкалы Бартола, Лаутона, они не совсем показывали, определяли нуждаемость наших клиентов, и было создано, когда передали полномочия по утверждению ППСУ в КЦСО, в КЦСО была создана комиссия по утверждению ППСУ, и наш представитель от нашей организации, он входит в состав этой комиссии, то есть всегда при утверждении ППСУ учитывается особенности, и в акте обследования жилищных условий там мы добавили пункт, где подробно более все расписывается, почему этому человеку нужна эта услуга, и обосновываем ее. Также еще по шкалам, да, к шкалам Бартола и Лаутона вместе с КССО мы разработали дополнительные предложения по внесению дополнительных критериев к оценке нуждаемости в организации социального обслуживания для граждан, имеющих ограничения по слуху и зрению. И вот эти вот дополнительные критерии, они вот тоже помогают определить нуждаемость наших клиентов. все. Елена, вас не слышно, включите звук, пожалуйста, Елена. Татьяна, спасибо большое. Да, коллеги, я прошу прощения, но мы вынуждены оставить вопросы на потом, потому что времени у нас времени почти нет, а у нас есть еще интересное выступление из Ленинградской области, Марина Александровна Худяковой, директора центра профи, о том, а вообще, какова практика и каковы проблемы в Ленинградской области. Давайте мы это выступление послушаем, а дальше продолжим с вопросами. Марина Александровна, вы на связи? Включите, пожалуйста, звук. Да, я на связи. Спасибо, вам слово. Так. Демонстрация. Добрый день всем участникам круглого стола. Послушала сегодня прекрасное выступление представителей социальной защиты Псковской области и Архангельской области. Очень жаль, что не присутствуют сегодня представители комитета по социальной защите Ленинградской области. Думаю, что они тоже могли бы очень много интересного рассказать. вот, вот, ну, я сегодня хотела бы осветить информацию, ну, с точки зрения больше НКО, но, тем не менее, какие-то моменты я затрону и по линии вхождения в реестр социальных услуг, как это делается у нас в Ленинградской области. Несколько слов о нашей организации. Мы являемся некоммерческой организацией, в принципе, существуем как ресурсный центр. Осуществляем свою деятельность 2015 года и услуги наши для социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп местных сообществ, это консультационные, информационные, имущественные. Я перешагну их, я думаю, что, может быть, если будет презентация выложена всем участникам, кто ознакомится с нашей информацией. Как поставщики социальных услуг, мы начали работу с января этого года, 2020-го. Наши социальные услуги заключаются организация работы университета третьего возраста для людей старшего поколения. У нас и до 2020-го года работал этот университет, но перед нами как перед некоммерческой организацией были поставлены такие показатели диверсификации услуг, то есть увеличение новых направлений по работе со старшим поколением, увеличение количества потребителей этих услуг, ну и, соответственно, результатом должно быть повышение уровня конкурентоспособности этих услуг, которые мы предоставляем на сегодняшний день. В нашей организации работают на трудовом договоре три человека, а другой персонал мы приглашаем по договорам гражданского права характера и договор добровольческих волонтерских услуг. И вот сейчас хотелось бы мне коснуться основной информации. Поставщики социальных услуг Ленинградской области. поставщики у нас ведутся в реестре. Реестр этот на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области размещается. Поскольку нет специалистов комитета, я небольшой анализ провела, кто у нас включен в этот реестр. Поставщиками социальных услуг в Ленинградской области являются государственные учреждения, как, наверное, в других регионах, также их 44 организации. Коммерческие организации в виде обществ с ограниченной ответственностью индивидуальных предпринимателей на сегодняшний день в реестре 24. Некоммерческих организаций только 12. Несмотря на то, что цифры несколько выше, чем в регионе Псковской области, чем в Архангельской области, тем не менее, анализ последней консультации последних двух месяцев показал, что многие некоммерческие организации хотели бы вступить в реестр поставщиков социальных услуг, их заинтересовала информация, но при этом возникает, конечно, много вопросов, много сложностей, которые я собственно и хотела сегодня озвучить. Комитет по социальной защите населения у нас руководствуется и федеральным законодательством, и своим законодательством. На сайте комитета размещено 16 правовых документов, которые определяют как раз порядок вступления в реестр социальных услуг, порядок подачи документов. Собственно, там оговариваются есть и тарифы утвержденные для поставщиков социальных услуг. Какие документы предоставляются? Помимо того перечня услуг, который утвержден правительством Ленинградской области, у нас есть несколько дополнительных услуг. Они, собственно, в презентации обозначены. Я думаю, что на них мы останавливаться не будем. Что мне сказали специалисты Комитета по социальной защите населения? Каким образом дифференцируют они коммерческие организации, социально ориентированные некоммерческие организации, государственные? Есть ли какая-то разница при приеме заявлений документов для поступления в реестр поставщиков социальных услуг? Мне ответили, что нет. Всем предоставляются равные права, все несут равные обязанности, получают бюджетные средства на основании документов, подаваемых в уполномоченный орган, и для всех разработаны одинаковые тарифы. для включения в реестр поставщиков социальных услуг представляется заявление о включении. Регистрация заявления происходит за один день, принятие решений в течение 23 рабочих дней. Перечень документов достаточно большой. Он издан в приказе Комитета по социальной защите населения, в котором как раз полный перечень озвучен. Основные вопросы, которые шли от поставщиков социальных услуг, потенциальных поставщиков социальных услуг, были такие, куда, в какие сроки надо предоставлять документы, перечень видов деятельности, осуществление которых является основанием для включения в реестр, если налоговые льготы, какие при включении в реестр поставщиков социальных услуг, как получить компенсацию за оказание социальных услуг. Ну, то есть, вот, вопросы-то самые простые, если бы потенциальные поставщики социальных услуг зашли на сайт комитета и познакомились с тем пакетом документов, то, в принципе, вся информация в этих документах есть. Другое дело, что документов очень много и вот этот огромный перечень документов, которые необходимо прочитать, с которыми надо познакомиться, это пугает потенциальных поставщиков социальных услуг для того, чтобы они оформили. все прекрасно понимают, что плюсом будет это постоянный поток клиентов, появится у организации право на получение компенсации за оказанные услуги, будет расти качество оказываемых услуг, но при этом каждый из них отмечает и минусы. Несмотря на то, что вот у нас участники отмечали, что тарифы в Ленинградской области несколько выше, чем в Псковской, тем не менее те организации, которые уже являются поставщиками социальных услуг и включены в реестр и получают компенсацию, они отмечают, что тарифы все-таки низкие, не хватает этих средств на покрытие тех затрат, которые организации несут. Компенсационный характер создает сложную финансовую ситуацию в самой организации, то есть как уже было сказано тоже Татьяна Николаевой, что средства организация должна потратить свои, при этом в бюджете может не хватить средств на погашение расходов по заявке организации и соответственно будут происходить либо задержки выплат, либо вообще невыплаты, то есть организация может оказать услуги, при этом не получить компенсацию. К минусам относится также ужесточение требований к отчетности. Некоммерческие организации подают документы в бумажном виде. Очень большой пакет документов, бумаг много, затрат много, сотрудникам, которые занимаются отчетностью, было бы, конечно, проще использовать специальное ПО, но его тоже необходимо будет приобретать и стоит оно недешево. И минусом по вхождению в реестр, конечно, у многих есть страх перед большим количеством документов, которые необходимо изучить, которые необходимо подготовить и подавать. анализ анализ мы проанализировали 50 организаций по вопросам, по ответам, которые они нам давали, кто из них готов войти в реестр поставщиков социальных услуг, кто находится в стадии ожидания. На сегодняшний день у нас получается 5-6 организаций уже готовы войти в реестр поставщиков социальных услуг, но тем не менее их страшит то большое количество документов, которые надо собрать. Далее готовы прежде чем готовиться к подаче этих документов, они хотели бы все-таки провести еще получить информацию в виде семинаров или вебинаров, пройти обучение по вопросам вхождения в реестр социальных услуг. Еще у них есть пожелание пилотное сопровождение по пилотному сопровождению одной-двух организаций. То есть мы в принципе уже рассматриваем такой вопрос как ресурсный центр помочь нескольким организациям осуществить пилотное сопровождение по процедуре подачи всего пакета документов по вхождению в реестр. Собственно моя презентация закончилась, но в принципе что я еще хотела сказать. у нас были отказы по вхождению в реестр и эти отказы ничем не были мотивированы. Организация подавала в комитет по социальной защите населения документы, получила через определенное время отказ и не смогла получить полный ответ а в чем же заключался отказ неполноте документов или неправильное заполнение какие-то ошибки в заполнении документов. Когда мы обратились в комитет по социальной защите населения с просьбой дать разъяснение по этому поводу комитет сказал мы таких разъяснений не даем. Вот посмотрите пожалуйста документы правовые в соответствии с этими документами еще раз перепадайте и в дальнейшем возможно мы опять рассмотрим ваш пакет документов. Ну вот такая информация у нас собрана по Ленинградской области. Марина Александровна спасибо вам большое за выступление. И коллеги вопросы вот я вижу вопрос в чате от Оксаны Гузенко скажите пожалуйста о реестре исполнителя общественно полезных услуг в Ленинградской области. Ведется ли такой реестр есть ли он? У нас ведется реестр поставщиков социальных услуг. Поставщиков да он официально размещен на сайте комитета по социальной защите населения других реестров там нет. То есть только реестр поставщиков социальных услуг. Ну еще есть комментарий от Алексея у нас успешный опыт работы по 442 ФСЗ только Алексей не назвал свою организацию регион из Ленинградской области он или нет. У нас Свердловская область здравствуйте здравствуйте я хочу да Алексей слушаю вас я поздно подключился простите я просто хотел сказать что реально есть и успешные работы по 442 федеральному закону наша организация уже давно оказывает социальные услуги три года мы находимся в реестре и с начала этого года мы начали уже успешно получать компенсацию и я скажу это не так все и сложно у нас три объекта которые мы прошли по вхождению в реестр ничего сложного нету министерство социальной политики идет на встречу любой некоммерческой организации по вхождению в реестр и по добавлению новых сведений новых объектов или новых услуг что касательно отчетности проще ничего не бывает сдаем акт и отчет по человеку плюс мы с июня месяца работаем в системе социального обслуживания населения для некоммерческой организации называется крон которая полностью автоматизирует всю нашу работу от момента заключения договора до уже внутренней отчетности и отчетности для министерства и мы получаем компенсацию я скажу что компенсация неплохая для нашей организации хоть у нас немного человек находится в нашем обслуживании в принципе я тоже раньше бился боролся были барьеры но вот последнее время на себе прошел преодолел все страхи и все что говорят другие организации это надо пробовать это надо идти тем более министерство у нас области мы заинтересованы и у нас более чем успешно у нашей организации мы не карманная организация у нас там нету связи блата ничего мы просто выполняем их требования согласно стандартам согласно отчетности и это не так тяжело и у нас слава богу мы получаем деньги спокойно работаем Алексей спасибо вам большое за ваш комментарий и если можно ваш контакт вот когда будет обратная форма может быть связи ваша оценка семинару оставьте свою обратную связь и контакты вот коллеги в связи с тем что вы Алексей сказали один из заранее присланных нам во время регистрации о том что хотелось бы познакомиться с лучшими практиками постепенно с вами вот зреет объем информации мы знакомимся друг с другом обменимся опытом и понимаем что нам есть что собрать в единый какой-то ресурс лучшие практики и вот по Свердловской области было бы замечательно это описать и сделать доступным для других организаций которые думают обходить ли в реестр получим у нас ресурсный центр в Свердловской области я возглавляю от ресурсного центра мы помогаем организациям войти в этот реестр плюс мы сейчас помогаем организациям войти в реестр ИОПУ опять же сейчас смысл пропал раз кто участвовал в президентских грандах не смысл но все равно говорю что надо получать заключение чтобы ваши услуги были отмечены министерствами и чтобы доверие чтобы рынок вообще социальных услуг он рос и наполнялся качественными организациями я в чате напишу свои контакты и развею любой миф о проблемах 442 закона спасибо спасибо Алексей коллеги пошли комментарии и вопросы я согласна что не надо этого бояться у нас есть все таки вот 12 организаций которые находятся в реестре поставщиков социальных услуг я просмотрела о том какие услуги они оказывают да они не первый год в этом реестре они оказывают те услуги которые они могут оказывать есть и медицинские услуги при этом по лицензии они осуществляют есть стационарные полустационарные на дому безусловно все это можно единственное что у нас пока еще есть определенный страх у многих организаций мы хотим но мы боимся поэтому мы как ресурсный центр все таки планируем взять на себя некую ответственность и пройти со всеми желающими организациями те кто желает войти в реестр поставщиков социальных услуг помочь выставить документы собрать эти документы и подать податки тем более конечно да все решается отчетность у нас немножко жестче и больше в Ленинградской области потому что сама через это прохожу сейчас даю отчетность но тем не менее я думаю что все можно преодолеть надо стараться спасибо большое еще раз Алексей Марина за позитивные комментарии смотрите дальше уже коллеги продолжают Оксана из Нижнего Новгорода пишет что в Нижегородской области тоже все хорошо по работе с реестром есть некоторые вопросы по перечню кратности услуг стандарте но это все обсуждается то есть не все так плохо замечательно что мы с вами вот все-таки заканчиваем на позитиве еще вопрос о предъявлении к возмещению услуг дистанционной форме коллеги у кого есть опыт спрашивает Оксана предъявление к возмещению услуг дистанционной форме У нас в Свердловской области это введено министерство одобрило несколько конкретных услуг это социально-психологические социально-педагогические услуги но министерство спрашивает все-таки справочку каким образом эти услуги были оказаны потому что в стандартах этого нет согласно стандартам нельзя классифицировать эту услугу то что она была онлайн но вот просит хотя бы какую-то справку что вот каким образом этот клиент получил ту самую услугу и не препятствует денежному денежекомпенсации это справочка это пояснение от получателя это ваше пояснение да это пояснение организации для министерства но ее она пока не прописана ни в каком регламенте это просто для понимания это еще только вот недавно ввелось в этом месяце в прошлом месяце только еще эти услуги начали принимать компенсации и актировать можно вопрос на уточнение еще по этому вот поводу скажите пожалуйста нам тоже министерство указало на три вида там социально-психологического что вы сказали это чем мотивировано то есть вот выбор этих трех видов услуг в дистанционном формате есть какое-то разъяснение это Минтруд это было Минтруд это Москва это была телеграмма месяца наверное два или три назад когда у нас пандемия у нас реквизиты телеграммы есть но самой телеграммы нам не предоставляют и мы ее найти ну как бы вот тоже не можем самостоятельно нас ее нашли предъявили министерством и как бы и какой-то есть внутренний регламент я его видел не могу подсказать но как бы есть не могу написать если вы его найдете то я надеюсь не поделитесь а скажите пожалуйста если получатель услуг подписывает акт на все виды услуг в дистанционной форме вы как бы примите такой вот акт не только на три выбранные вот дистанционные нет смотрите в акте перечисляется по видам и по формам те виды услуг которые были дистанционные они просто отдельной графой будут указываться что вот эта услуга дистанционные услуги психологическая такая-то педагогическая такая-то они как бы отдельным блоком в акте и клиент также расписывает реально такой опыт возбуждения коллеги я прошу прощения мы уже уходим в очень большие детали учитывая у нас время нет вопрос Оксана я извиняюсь ладно я думаю что напрямую контакты Алексея найдете можно будет спросить коллеги вопрос от Натальи Москвиной Хабаровский край наверное от Марии требует ли ваш комитет Министерства соцзащиты для получения компенсации все первичные платежные документы чеки платежки и прочее в Хабаровском крае это камень прескновения один из таких камней у нас комитет Ленинградской области требует первичные документы копии первичных документов копии да копии копии то есть необходимые подписанные акты выполненных работ подтверждающие документы обозначены обязательно в списке копии иногда можно потом подвести позднее но подтверждающие документы обязательно нужны понятно спасибо вот комментарий от Михаила в Архангельской области копии договора и акт остальное расходы поставщика видите немножко разная практика коллеги значит да здесь уже комментарии в конце а не вопросы спасибо вам большое но я еще один момент на одном моменте мы должны остановиться Марина очень хорошо обозначила да и предыдущие докладчики тоже говорили что объем документов огромный нужны знания да и есть какие-то внутренние препятствия страх некоторые да кажется что это огромно и страшно вот поэтому коллеги я уже говорила в самом начале что мы делаем методическое пособие для тех кто принял решение войти в реестр поставщиков где пошагово объясняем что и как должно быть у вас какой шаг зачем нужно делать и вот аналогичная практика есть навигатор у наших коллег в Пскове и я сейчас попрошу дай слово Анатолию Владимировичу Волкову несколько слов буквально об этом навигаторе алёс слышно меня да здравствуйте коллеги прошу прощения за технические неполадки немножко времени у нас остается что хотел бы рассказать сейчас мы все слышали от моих коллег от комитета по соцзащите следующую ситуацию о том что право регулирования присутствует но самая большая проблема заключается в том что не всем представителям некоммерческих организаций сама по себе и процедура и право регулирования понятны существует большое количество нормативных актов как федеральных так и региональных которые скажем так при их изучении возникают проблемы что предоставить какие документы куда предоставить поэтому одной из целей соответствующего навигатора является то что мы пытаемся адаптировать сложное законодательство для понимания участников некоммерческих организаций чтобы они могли во-первых эффективно включиться и уже потом в рамках реестра социальных услуг оказывать ту помощь которая необходима гражданам с точки зрения правовой части то есть у нас навигатор состоит из двух элементов первый элемент он связан с тем что мы достаточно доступно и кратко объясняем какое законодательство существует и какие в том числе понятийные особенности там присутствуют то есть мы рассказываем какие есть юридические термины что они обозначают и как с ними работать во второй части мы затрагиваем непосредственно сам реестр поставщиков социальных услуг вот я не случайно в рамках нашего круглого стола задал вопрос относительно того много ли было отказов во включении потому что зачастую причина отказа то есть она носит технически как было сказано такой формальный характер какие-то документы организация не предоставила а если она их предоставила то возможно она их оформила ненадлежащим образом и вот наша задача в рамках навигатора заключается в том что мы во второй части доступно разъясняем что необходимо сделать чтобы включиться в соответствующий реестр поставщиков социальных услуг для того чтобы было более понятно на участникам мы разработали схему которая наглядно в упрощенной форме рассказывает как действовать участнику некоммерческой организации для того чтобы включиться в реестр и самое главное как было тоже правильно сказано представителям и комитета даже если они получили отказ то этот отказ не носит категоричный характер то есть он связан с тем что если есть какие-то дефекты всегда можно эти дефекты устранить и заново подать необходимые документы помимо правовой части здесь еще есть такая скажем так мотивационная потому что зачастую члены некоммерческие организации которые хотят оказывать соответствующие услуги они строят большие ожидания после включения в реестр поэтому в первой части что мы делаем то есть мы рассказываем о том какие документы необходимо будет представить для того чтобы впоследствии получить компенсацию от государства и что самое скажем так важное то есть мы рассказываем какие денежные средства они могут получить если они будут оказывать данные социальные услуги то есть это я думаю что будет определенным фактором связанным с тем что не все некоммерческие организации примут решение включаться в этот реестр потому что как только будет видна финансы сколько они получат от государства и какую работу необходимую титаническую скажем так проделать какие документы необходимо собрать возможно ряд организаций примут решение непосредственно пока не включаться в реестр и подождать пока ситуация в частности с оплатой изменится поэтому если мы будем резюмировать о том почему у нас даже те организации которые фактически присутствуют в реестре социальных услуг никакую социальную помощь не оказывают вот наверное ответ будет заключаться в том что вот именно неосведомленность о том какие денежные средства они получат после того как будут оказывать услуги гражданам будучи включенным в реестр и является вот этой причиной так что мы стараемся даже на первом этапе в плане правового регулирования в доступной форме рассказать о том какие денежные средства они будут получать если они приняли решение такую помощь оказывать анатолий нашего региона нашего региона и наши нормативные акты и он будет представлен в электронной форме так что в принципе все желающие могут его скачать и с ним ознакомиться замечательно давайте я прокомментирую тоже имен хорошо да значит да мы заканчиваем работу над этим навигатором его презентация пройдет у нас в рамках семинара который мы планируем провести в конце октября для некоммерческих организаций Псковской области которые желают познакомиться с каким образом можно оказывать социальные услуги войти в реестр социальных услуг и вообще каким образом можно собственно говоря эту услугу оформить да вот то есть там будет презентация и сам навигатор будет размещен у нас на сайте Центра устойчивого развития Псковской области ну я думаю что и Центр Гарант тоже разместит эту информацию тоже у себя на сайте она будет в открытом доступе и там будут гиперссылки на которые можно будет нажимать и легко искать эту информацию Семен спасибо большое за комментарии вот коллеги на самом деле два часа пролетели совершенно незаметно мы точно не уложились в то время что хотели из этого я делаю два вывода первое нам нужно обязательно встречаться еще и обсуждать вопросы и потому что мы даже не успели с вами перейти к вопросам которые были заданы при регистрации к большому сожалению но это говорит о том что очень серьезная очень интересная тема и спасибо вам большое за участие и за вопросы так вот первое что я хотела сказать нам видимо нужно подумать о том чтобы следующее мероприятие сделать такое же общее но может быть сузить тему как-то чтобы мы могли высказаться по теме по одной конкретной не обо всем глобально а по конкретной и смогли обменяться мнениями по этому поводу и второй момент может быть нам нужно мероприятие разбить как бы на два уровня есть те кто думает еще а войти в реестр или не войти а что это а как это а с чем это едят а вот какая терминология кто-то в комментариях написал что вообще а можно ли по-русски говорить потому что некоторые термины как предельная величина прожиточного меню для получения дохода бесплатно для кого-то это звучит как вообще что-то вот невероятное то есть нам нужен какой-то наверное такой уровень просто информационный и другой уровень обсуждения проблем у тех кто уже давно работает кто понимает откуда берутся тарифы да почему мы не если мы делаем разные тарифы для получателей поставщиков вот это почему и зачем да и что есть определенные пределы в которых мы находимся да и некоторые тарифы очень сложно повышать потому что у нас есть получатели услуг которые совсем не богатые люди и не смогут платить то есть есть разные уровни вопросов мы тоже это должны учитывать при подготовке вот коллеги когда вы будете вас попросят в итоге ответить на вопросы оценить этот круглый стол и я вас попрошу может быть свои мысли положить сделать свои предложения а что бы хотелось дальше в следующих встречах вот и конечно мы постараемся сделать вот такое резюме тоже кто-то написал в чате предложение сделать резюме конференции то есть назвать основные проблемы которые мы сегодня обсуждали и делиться опытом точно надо коллеги вот смотрите мы знаем теперь что есть ресурсный центр в Свердловской области Алексей нам рассказал Марина Худякова рассказала что из Ленинградской области у нас в Архангельской области союз общественных объединений инвалидов выступает как ресурсный центр и бесплатные консультации при вхождении в реестр предоставляет то есть нам точно надо объединяться создавать какие-то общие ресурсы и вот и я надеюсь что методическое пособие которое мы создаем оно тоже может быть где-то кому-то поможет несмотря на то что нормативные акты в основном Архангельская область ну и там немножко будет включено Ленинградской области так что спасибо вам огромное за участие вы вообще настолько классные вопросы задавали что ну вот мне уходить не хочется спасибо вам большое еще минуточку пожалуйста внимание ну я естественно хочу поблагодарить Елену за прекрасную координацию дискуссий выступлений разработку программы проведения этого мероприятия и хотела бы сказать что завтра мы направим всем участникам запись этого мероприятия а также ссылку на оценочную форму в которой можно написать и вопросы и оценить данное мероприятие и сделать предложение и я хотела бы еще обратить ваше внимание что сейчас центр Гарант проводит онлайн мероприятие в том числе знакомя участников с различными практиками социальных услуг если кто-то хочет сам провести вебинар вы можете со мной связаться и мы обязательно организуем в сентябре и октябре для вас вебинар и вы расскажете о своей интересной практике оказания социальных услуг хочу завтра вас пригласить на мероприятие наша финская коллега из правительства Финляндии будет рассказывать как поддерживают НКО Финляндии чтобы стать участником этого вебинара он будет организован в два часа нужно зайти на сайт НЖО Гарант я в чате написала и зарегистрироваться на это мероприятие которое будет сопровождаться синхронным переводом если есть еще последние комментарии и замечания я вижу что кто-то вроде хотел сказать то пожалуйста еще вот несколько минут спасибо большое спасибо всем огромное если какие-то вопросы я сейчас все напишу свой электронный адрес прошу прощения немножко еще секундочку вашего внимания займу тоже в чате вот как раз по поводу проведения вебинаров можно со мной связаться меня зовут Татьяна Буреева спасибо до свидания всем до свидания Елена вы не уходите пожалуйста тогда из онлайна сейчас все уйдут буквально на две минутки если можно ок